Девушки отдыхают Я вчера говорил с губернатором, к сожалению сотника не смог с собой взять Но тем не менее, у губернатора позиция отличная от Навального Но что касается процесса, позиция идентична Нет там никаких нарушений, точка Все это заказ, все это политика, все это месть Все хотят разобраться и все посадить, чтобы напугать остальных Ну и самого Навального нейтрализовать, конечно А как настроение у Алексея? Вы с ним разговаривали? Нет, нет, я же прилетел вчера, а он сегодня, я его не видел еще А поезд еще не подъехал? Подъехал, подъехал Как-то не подъехал, подъехал Пойдемте, подойдем А почему вы не одной командой приехали? В смысле? Мы одной командой приехали Вы считаете, одна команда, которая в одном вагоне едет? А мне кажется, что это, которая едет, главное В одну сторону, а не в одном вагоне Все мы ехали в Киров Борис, как вы считаете, вот это дело против Навального, оно может перенести протест в регионы? Вы знаете, я вчера общался с кировчанами Они не знают, кто такой Навальный Ну я честно вам говорю, они не знают Я думаю, что здесь большинство людей, это приезжие Это сознательная политика Дело не в Навальном, дело не в оппозиции Дело не в Болотной, не в Сахарова и не в Вятке совсем А дело в том, что проводится вполне сознательная такая политика дезинформирования А об оппозиции либо плохо, либо ничего Даже не как о покойниках Поэтому ясно, что в условиях вот этой вот гибельсовской пропаганды Требовать, чтобы граждане там были информированы, очень трудно А я должен сказать, что интернетом пользуется очень мало народа И здесь в провинции тоже мало народа Поэтому, конечно, нам придется много работать В том числе объясняя, что происходит Что это расправа, что это судилище Что это мстительные негодяи Хотят засадить в тюрьму человека, который борется с жульками Что нужно сделать, вот, действенное Для того, чтобы защитить Алексея Чтобы этот суд, который уже превращают в судилище Собираются его, по крайней мере, превратить Чтобы он вынес справедливое решение Надо провести самую массовую акцию протеста 6 мая Выйдет 200 тысяч, никакого приговора не будет Потому что решение принимается во власти в зависимости от общественных настроений Понимаете? Я думаю, этот процесс затянется на несколько месяцев И в этот период власть будет действительно мониторить ситуацию Будет проводить соцопросы Будет делать все для того, чтобы не ошибиться И, конечно, зависит все от нас От нашей поддержки От нашего умения, скажем, выразить свою гражданскую позицию Мы будем готовить акцию 6 мая Будем, конечно же, приезжать сюда По мере необходимости Вот я приехал в первый день Если будет приговор в мае-июне Я тоже приеду сюда обязательно А может быть народ не идет за лидерами Потому что они недостаточно радикальны То есть опять пойдете на болотную А народ может хочет идти уже на манежку Я думаю, что народ пока не готов идти на манежку Мы должны сделать все, чтобы акция была санкционирована И это позволит нам собрать больше людей На манежку выйдет 1010-20 А нам нужно собрать 200-300 Вот сейчас как раз тот момент, когда нужно выходить всем Сидеть дома уже нельзя А вы верите в то, что его не посадят Алексеем? Вот реально Моя интуиция подсказывает, что будет максимум условный срок Для того, чтобы его не пустить на выбор В Мосгордуму? В Мосгордуму, в Госдуму Обратите внимание, что в первом чтении принят законопроект О новой смешанной системе выборов в Государственную Думу Там есть в частности статья, которая запрещает участвовать в выборах Человеку с бывшей, даже с погашенной судимостью Ну вот понятно, для чего этот законопроект принимается Я, конечно, буду вносить поправки, которые отменяют эту норму законопроекта Но понятно, что решение принимается большинством Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok